Всем привет, ребята! Вы на канале Мир и Мира, и сегодня можно спросить, кто заказывал факты? Ну, кто заказывал? Так вот, получайте! 10 фактов о Майнкрафте. Первая серия. Ну вот, скажем, это наш первый факт. Дело в том, что в Майнкрафте существует несколько видов листьев. Стоячие листья и падающие листья. Давайте протестируем. Это дерево. Я его только что на ваших глазах вырастил. Мы срубаем это дерево, и как вы видите, уже вот видите, через несколько времени, некоторое время, тут будут выпадать листья. Но дело в том, что если те же самые листья мы срубим с помощью ножниц, и поставим вот таким вот прекрасным образом, хоть на воздух, они у вас никогда не отпадут. Почему? Проверим. Это Persistent True. Видите, вот это вот написано. А вот здесь вот Persistent False. Поэтому эти листья будут распадаться, а вот эти вот листья не будут распадаться. Вот. В чем различие? Даже если мы сейчас пропишем, ну скажем, Game Rule Random Tick Speed 1000. Как вы видите, эти листья уже за пару секунд распались без твердого стержня. Даже для доказательства смотрите, что я сделаю. Если тут будет стоять дерн, они все равно рассыпятся. А эти листья как стояли, так и стоят. Перейдем к следующему факту. Этот факт будет посвящен исключительно огородам. Дело в том, что на светлое место мы можем сажать картошку. Но дело в том, что если мы спустимся куда-нибудь в темное место... Так, я тут быстро все подготовлю. Вот. У нас есть картофель. Здесь мы его сажать можем. Кто придумал размещать кнопки F3 и F2 так близко? Вот, смотрите. Здесь мы можем какой-то чанг. Короче, это чанг 0. Здесь тоже можем, 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 можем. А вот здесь вот уже мы не можем. Видите, освещение как бы ниже нуля. И здесь уже ничего не растет. Это как бы тоже такой интересный факт. Но исключение этого факта дело в том, что житель... Сейчас, давайте возьмем жителя. Если этому жителю хорошенько понадавать картофеля... Ладно, сделаем вот так. И потом вот так. И... Кстати, надеюсь, этот житель мне не подведет. Это рыбак. Ну, короче, он, именно житель, может сажать на этот огород картошку. На темные места. Давайте пройдем еще глубже. И возьмем дерн. Дело в том, что житель... Не, пошел вон, мне нужен нормальный житель. Нормальный житель, нормальный житель. Да ну вас всех. Возьму сейчас мой топор короля нубиков. Чтобы они мне не мешали. Короче, сейчас призыву нормального жителя. Вот он, житель вор, как я его называю. И смотрите, если мы тут ему растопчем, прям перед его посадкой, то смотрите. Жителю, дело в том, что ему совершенно все равно, куда сажать растения. И сейчас, если этот бак не пофиксилили, то он будет сажать семена на дерн. Так, смотрите, сейчас мы ему все растопчем. Ээээ, плохой житель. Ну, короче, этот факт официально доказан. То, что жители умеют сажать семена на дерн и на землю. В то время, как мы не умеем. Бесполезная штуковина. Зачем она вообще в Майнкрафте? Нет, ребята. Дело в том, что это третий факт. Для чего же нужен колодец? Дело в том, что колодец указывает на храм. Поднимитесь над колодцем примерно на, скажем, 15 блоков. Увеличьте свои чанки. Так, извините. Увеличьте свои чанки до 20. Оглянитесь вокруг. И обязательно вы увидите храм. Так, давайте пропишем time set 1. И вы обязательно увидите храм. Дело в том, что колодцы придуманы не просто так. Так, колодцы придуманы именно для того, чтобы находить вот такие вот чудесные храмы в пустыне. Которые, скорее всего, вы видели. А еще один факт вам расскажет. Колян, смотрите. Вы думаете, что тут что-то есть? Да, вы так и думаете. Но если вы падаете, вы падаете прямо на нашу пластину, где будет динамит. А вот тут очень ценные вещи. О! Короче, коляна, что, ребят, крутяк. Короче, если вы хотите это зачарованное яблоко, вот вам сид мира. Поставьте на паузу, и вы найдете золотое зачарованное яблоко. Кучу эмеральдиков. И вот такие вот... У-у-у! Грамовержец! Самая редкая зачарованная книга. Самый редкий предмет в Майнкрафте, объединенный в одном храме. О, я на таком буду пожевать. Да. Сид. Сейчас, давайте пропишу Сид еще раз. Не, за скриншот для себя. Короче, это был третий факт. Переходим к четвертому. Вы, наверное, догадались, о чем будет четвертый факт. Дело в том, этот факт будет объединен. Трезубец на Грамовержец и вместе с зачарованным заряженным крипером. Давайте отойдем подальше от вот этого вот плохого места, чтобы оно не багало, как бы. Кстати, в грозовую погоду спавнятся монстры, хотя все остается точно так же светло, как и в ясную. Это довольно странно. Давайте начнем сначала. Многие из вас, я уверен, что не знают, как выбить голову. Во-первых, когда по криперу падает молния, он становится заряженным. А во-вторых, когда крипер становится заряженным, он и взрывает другого зомби, крипера, скелета, визор скелета или дракона, но вряд ли вы заманите визор, вряд ли вы заманите крипера в эндер мир, то с него упадет голова. Но дело в том, что чтобы по нему ударила молния, ты специально, да, нужно очень долго ждать. Сейчас я вам покажу суммон, light and bolt, и видите, по нему падает молния, он становится заряженным. Для доказательства я его сейчас зажгу, поставлю крипера, и как видите, с этого крипера упала башка. Короче, с этого крипера упала башка одним словом, но просто вы этого не видели. Но я вам расскажу то, что если на трезубец вы зачарите чару, как граммовержец, которая довольно редкая, то этим трезубцем вы сможете вызывать молнии, которые будут бить по криперам. Да, вообще под разным монстром. А вот это вот меня бесит. Один крипер заряженный взорвался, и уже конец света для материнской платы. Давайте подождем, пока все тут не будет багать. Но дело в том, что если мы этим граммовержецем ударим по монстру в ясную погоду, то ничего не случается. Но если мы ударим по монстру в дождевую погоду, скажем, как мы видим, тоже ничего не происходит. Но именно если мы ударим по монстру в грозовую погоду, то тогда по нему ударит молния. А вот все, грозовая погода, и видите, по нему бьет молния. И таким образом вы сможете легко выбивать головы с монстров. Хотя это довольно бесполезные вещи. Кстати, перейдем к новому факту. Дело в том, что когда вы надеваете голову, монстры агрят вас издалека. Это уже какой? Это уже пятый факт. И давайте проверим это. Возьмем тех же самых зомби, которые гадины агрят со 100 километров тебе. И заспауним тут миллионы, 10 зомби примерно. И давайте снимем голову. Кстати, что с моим скином, бедненький. Переключимся на геймод с сурвайвл. И как видите, зомби меня начинают агрить. Но если мы сейчас наденем череп скелета, или вообще любой череп, и немножечко отойдем. Ну короче, эти зомби просто за мной уже гонятся. А так бы они меня не заагрили. Ну и короче, и подойдем к какому-нибудь мобу, например, к скелету. Дело в том, что именно скелет нам очень часто бесит. Видите? Он меня до сих пор не видит. И до сих пор не видит. До сих пор не видит? Да до сих пор он меня не видит. А если мы снимем череп, то он сразу меня заметил. Видите? Это очень полезная штука. А особенно, когда вы грабите монументы, вас постоянно бесят стража. Ну давайте перейдем уже к шестому факту. А, ребят, этот факт посвящен тому, что многие не знают, как крафтить эндер портал. Ну, давайте покажу. Во-первых, тот человек, который заказывал у меня факты, он сам именно и не знает, как строить портал в энд. Дело в том, что портал в энд... Многие игроки говорят, что правильно надо расставить око края. Другие говорят, что его построить невозможно. Пока что я один из первых из тех, кто узнал, как правильно его строить. Дело в том, что, ребята, этот блок не такой уж и обычный, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что у него есть особые места, по которым и судится его расположение. Эй, чё Майнкрафт двигается? Я не понял. Не-не-не. Вот. Чтобы вам было понятней, я вам скажу то, что этот блок только на первый взгляд кажется одинаковым со всех сторон. Видите, вот эти вот, сейчас вам покажу, чтобы было удобнее, эти вот штуки. Дело в том, что эти штуки очень, как бы, пригождаются для постройки портала. Сейчас объясню, как. Для начала. Все эти вот странные штуковины, которые вы только что видели, они должны быть стоять внутрь портала, а не наружу. Или как-нибудь по-другому. Вы строите примерно так, и потом смотрите. Видите, все эти штуки, они исходят от внутря до сюда. После мы расставляем ок края, как душе угодно. И в любых случаях оно встанет так, как правильно. И... И, как обычно, этот эндер портал зажгется. Если у вас не получается, то... То... Я не знаю, почему у вас не получается. Переходим к следующему факту. Дело в том, что, когда вы сражаетесь с драконом, и дракон заагрился на вас, и пытается вас столкнуть, вы зажимаете красце, и после этого дракон не сможет вас сбить. Давайте докажу это. Дракон вроде бы на нас полетел, мы зажимаем shift, а нет, он решил поступить хитрее. Ну, короче, это проверенная информация, то, что когда дракон на вас агрится, и вы зажимаете shift, то он вас не сможет столкнуть. Но если на вас заагрился эндермен, то мы поступаем следующим образом. Сохраните выйти, одиночная игра, обратно в мир, и после этого эндермен не будет вас агрить. Кстати, это уже следующий факт, может быть. Ну и, кстати, небольшой лайфхак, то, что кристаллы удобнее всего сбивать с другой башни. Так, практически с первого удара вы будете их сбивать, а если вы будете их сбивать с земли, то это будет намного труднее. Посмотрите мое выживание эксперта «Убиваю дракона», и там я показал вам, как взрывать кристаллы с другой башни. Ну, давайте уже, как бы, перейдем к следующему факту. Кстати, у нас получилась целая серия фактов про энд. Дело в том, что яйцо дракона можно сломать не только поршнем, как вы все это привыкли делать. В основном, почти 50% игроков делают вот так. Но зачем, если можно сделать просто вот так? Тут, скажем, яйцо дракона стоит на этом блоке. Да, вы скажете, сначала яйцо дракона стоит здесь. Вы его бьете, смотрите стратегии. Точнее, вы его бьете, и после яйцо дракона оказывается здесь. Подкапываете блоки, ставите факел, любой, не обязательно редстоун, и яйцо дракона сломано. Зачем носить в эндер мир поршень, если все намного проще? Ну и также я вам могу сказать то, что динамит тоже взрывает этот блок. Так, вот так вот будет правильнее, да? Вот так вот. Смотрите, что сейчас произойдет. Бабах, и яйцо дракона почему-то испарилось. Не советую вам повторять ту же самую ошибку. Перейдем к следующему факту. Кстати, и этот еще один факт, а точнее последний. То, что в печку теперь уже нельзя ставить блок гриба, но зато можно ставить угольный блок. В отличии от версии 1.12. И, как я узнал, угольный блок на один уголь выгоднее сжигать, чем обычный уголь. Ну и ладно, спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Ведь, когда тут наберется много лайков, я сниму следующее видео. Тоже про факты, и это уже будет называться опять топ-10 фактов. Но это уже будут новенькие факты. Кстати, самая лучшая ферма кактусов, которую я когда-либо видел. Ну, я потом проверю, как она работает, и покажу вам, как ее делать. Ну ладно, спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok